Вы же знаете, в чем проблема. Проблема в самом доме. С такого приговора и начался осмотр Демидов парка, уже второй за пару недель. Руководитель МУП тепловой сети, который вынужденно взял котельный проблемного дома, категорично заявляет, для тепла нужно сначала утеплить квартиры. Насколько я знаю, там 5 градусов добавилось. На улице теплее, и здесь получается теплее, а теплее я не ощущаю. С начала зимы жильцы Демидов парка, все 11 семей, воют от холода. Остальные сотни от недовольства. Они даже заехать не рискуют. Не так давно шума надела проверка Минстроя, зафиксировав почти 0 градусов в комнатах. Эту комиссию организуют уже с участием застройщика. Нашу компанию он даже пригласил лично. А еще специалистов, чьим показаниям тепловизоров удивлялись другие эксперты. А вот 2 градуса, показывает тепла, как тут может быть. Здесь в МОПе тепло. Как правило, если в квартире холоднее, вот видите, темный цвет. Соответственно, температура чуть ниже, на 1-2 градуса. Темный цвет – это холод, идущий от ледяных квартир. Сколько их, кстати, неизвестно. А значит, неясно, все ли балконы закрыты. Это, по мнению застройщика, и есть одна из причин мерзлоты. Я думаю, что закрыть дверь на балконе для собственника сегодня не требует никаких финансовых затрат. Дом утеплен, это раз. Данный утеплитель делали строители со стажем. Второй дом прошел приемку. Вот эти все стыки. Минус 1,6. Ну, даже просвет, если внимательно посмотреть, вон они дыры светятся. Вот прям они, вот они, где свечок, прям дыра сквозная. Что именно все-таки придется сделать и коммунальщикам, и застройщику, и МУПу для разогрева дома, комиссия зложит в рекомендациях. Сейчас в первую очередь надо, чтобы была нормализована поставка теплоносителя от котельной, провести относительную регулировку, чтобы все-таки в доме начала функционировать нормально. Сама вот эта вот, скажем так, сам тепловой контур. Кстати, в МУПе уже подсчитывают убытки. Ведь если дать дому большую температуру, сотни гикокалорий уйдут на прогрев улицы, и собственникам придется выкладывать круглую сумму затопления. А пока квартиры пустые, счета вряд ли кто-то оплатит. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.